ребят всем привет у нас доброе утро 5.50 в 5.30 мы встали валючка встала мама вон там встала готовит завтрак мы пошли будить веронику спящая красавица спящая красавица спящая красавица мы сегодня едем в аэропорт а потом россии его мама подарочек купила в дорогу посмотрите давайте побыстрее только кто узнал кнопка включения вот здесь нет вот кнопка включения здесь сделать нажимай выбирая английский язык нажимай старт и смотрите что у нас имеется контракт нажимаем контракт так старт можно вдвоем играть я не знаю как это только вдвоем играть может джойстик подцепить можно буду играть так ну-ка подержи к ребятам покажу игра игра моего детства вы посмотрите просто берем открываем вставляем картридж смотрите картридж на много-много игр и не знаю сколько даже и ставим картридж старт у нас было восемь игр или 280 280 делаем старт у нас теперь 8038 страны на диске 38 игр будем играть дороги катапультируемся выходим выходим ребят встретим короче вот такие вот у нас три чемоданчика вот такие три чехольчика кать купила на толбао красивый очень этот особенно мне нравится с луной и все мы собрались мы выходим уже и на самом деле вот переживаем там ходим что-то все отключаем закрываем не думаю что наверно не стоит потому что полтора месяца они пролетят незаметно а чё у нас вероника-то не причёсанная некогда было тебе что-ли да некогда она не сделала время пол седьмого а на улице обещали что вот прям что 10 я не знаю народу много очень а мы с чемоданами ходим вы чемоданами на нас все глазея скажу да и еду еще не хотят все небо снимаешь все ребята приехали в аэропорт сейчас немного получилось заминочка небольшая да в общем вышли по старинке на втором терминале он на первом терминале а нужно было продолжить движение в метро дальше на следующей станции она была выйти ну наконечкина была выйти но она была закрыта все это время сколько три года уже перемещаемся по китае постоянно как бы ну да в гуанчжоу всегда останавливались предпоследние последние смотрите последнюю станцию тоже открыли и новый терминал терминал 2 вообще прям на view краской пахнет все мы сейчас уже на стойке регистрации сейчас будем регистрироваться задавать свои чемоданы и будем ожидать своего самолета девки девки такие довольные самолет аэропорт вообще-то соскучились да где твоя прическа да что а вот а и а и 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 пошли паспортный контроль пустили нас вот такой картины катя короче все время проверяет паспорта постоянно играет пока я горит когда в аэропорту горит тебя горит нервничаю в общем идем на наш выход и полетим есть холодненькая теплая только не любят они холодную воду пить до нас и знаешь комнатно нормально ты видишь какая приколюха а вот здесь тоже можно какие-то приколюхи поиграть смотрите простики а вот какая-то комната здесь смотри это ребята в аэропорту вот такие развлекухи чтобы тебя развлечь а ума помощь ты все они ребят стоит поиграть за прикольно да вот еще среди какая-то игру ли жаль конечно что что не бесплатно да наверно потому что вот принципе раскрасила бы до ожидания вот сингапуре кстати много вот таких вот зон бесплатно да я думаю что если бы сингапуре было бы похоже комната на я думаю что она была бы бесплатная с челочкой закрытыми глазками шпит пошли на самолет это опоздаем показывает вам туда встречает от красивые стюардесса как шикарно сады бизнес-класс пожалуйста так вот можно ноженьку делать папочка виски то будет нет ждем традиционно кстати обещали здесь да на этом рейсе что будет еда и напитки ждем круче уложили наши чемоданы вон мой рюкзак и вот эта картина джаконда она прям вот не влазила сверху что себе я пришлось положить короче вниз и на нее сложили все чемоданы блин ну это кондиционера дует круче что-то так я переживаю как бы наша картина джаконда не превратилась какой-нибудь квадрат малевича там не знаю девчонки сидят с парнем продолжает играть мы с мамой отдыхаем а не пускай там что хотят делать они пускай его там злохмачивают пускай сам нянчится короче кстати ребята в это еще истории смотрите что можно сделать она играет первый плеер я играю второй плеер у меня есть свой джойстик только единственное минус то что здесь экранчик один получается мы играем танчики поближе пас покажи танчик а вот и ребята подъехал обед уже немного убили пила сразу же настроение улучшилось я взял себе рис и курицу его мне еще положила острый соус банан имеется дальше печенька салатик странный немного и это похоже какой-нибудь типа желейка какая-нибудь черепаховое желе да сомнительное удовольствие капуста это кажется поквашенное что-то короче и салфетки дальше вдруг помыть и вот такой вот наверху получается морковка это я не знаю что это такое это капуста не как говорит вот и не понравилось вот это вот грибочки там мясо и это очень вкусно мне очень понравилось приятного аппетита соус необычный а с морепродуктами кривитоса мы еще в китае особенность китайских авиалий смотрите он получается катит еду да и вот раздает такие вот в общем коробочки с едой да и вот там смотрите банка с острым соусом и баночка знаете было в начале пути было полная он ее открыл прям при нас я смотрю там уже половина китайцы любят на самом деле очень остренькая и китайцы если будет летать с сэвоном дали там ли как сэвоном и мне очень нравится аэрофлотом или сэвоном лететь не предлагают остренько просто пресная еда слова еще попросил остренького соуса а у него главное уже банка пустая он говорит это у тебя есть сейчас осталось прокомментируй что произошло что-что блин это вероника блин блондинка мимо рта все несет встретите какой свинца там устроила она провела на себя яблочный сок полностью облила все сиденье вот она пришла штаны мокрые все мокрое и пассажира рядом сидящего тоже чуть-чуть облила чуть-чуть и он как воспитанный джентльмен промолчал ничего ничего не говорил ура мы сели в шиньяне время вообще просило незаметно сейчас у нас транзит 3 часа примерно мы будем в шиньяне время с клинским летит незаметно с центау да на улице какая благодать 25 градусов наверное да но влажность есть ну влажность из-за влажности неприятно а вот по ощущениям 25 градусов очень комфортно очень сейчас ребята в общем получаем багаж и у нас 3 часа до регистрации мы сейчас находимся в городе шиньян 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 и сейчас мы находимся в шиньян в городе шиньян шиньян ты че? Сейчас мы находимся в Шэн-Ян. И сегодня очень много людей, которые смотрят... Шэн-Ян, а не Шэн-Ян. Так, я сказал Шэн-Ян. И сейчас мы находимся в Шэн-Ян. И очень много людей, которые смотрят на нас. Такое ощущение, что они не видели иностранцев ни разу, да? Да. Судя по всему, то, что здесь уже по-русски говорят, мы, кажется, пришли, ребята, на готовую регистрацию, но еще не открыта регистрация. Мы сейчас в Шэн-Ян. И много людей здесь смотрят. Ну что, с вами опять фотографируются, да? Потому что ребята, правда, приехали в Шэн-Ян и такое ощущение, что русских не видели. Ну, милый, 50 юаней всего стоит. Ну, пускай фотографируются, не будем их отвлекать. Ну, смотри, пальчиком шевель. Здесь. Она прямо, она прямо на нас лопит. Да. Убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем скорее. А что на нас лопит? Ну что, ребята, еще позади один паспортный контроль. Здесь что-то немного придрались к нам. Построже чуть-чуть. Построже были, да. Не, не придрались. Ну, немного, в общем, маленько дали поволноваться. У Кати спрашивали, что за краски там. Да, я испугалась, думала, краски сейчас не разрешат провозить. Да, был шанс, что что заберут. Меня начали, ну, заставили все камеры выложить отдельно. Короче, все отдельно камеры выставил. Монеты. У нас с собой кошелек там с российскими монетами. Короче, немного потрясли чуть-чуть так. Ну, вроде как это, нормально. Прошли мы. Потрясли и отпустили. И мне нравится, что здесь аэропорт маленький. Не надо ехать, никакой терминал. Все в шаговой доступности. Ну, не знаю, мне нравится шаговая доступность. Мужчины там забрали пену для бритья, да, и он прям ругался. Что-то, ой, он так скандалил прямо матами там на них. Ребят, ну, вот, наблюдаем такую картину, мимо проходим, и занимаются две женщины. Одна вот даже вот слева бабушка, вот. Смотрите, вот она вот повторяет за ней. Вот у них время упражнений. У Кати тоже, кстати, есть приложение на часах. И оно иногда гласит, Екатерина, встаньте, пожалуйста, разомнитесь. У них, видимо, тоже сейчас что-то происходит. Покажись, красавица. Покажись, левой липчик. Ой, тебе какая красавица. А ты покажи. А за бортом капает дождик чуть-чуть. И мы идем, ребята, на взлетную площадку идем. Ребята, мы продолжаем отмечать. Мы опять летим китайскими авиалиниями. И здесь бесплатный алкоголь. Из алкоголя у них есть только белое вино и пиво. Белое вино у них кислое, поэтому мы будем пить пиво. Продолжаем обзорить еду в самолете. Блин, ну как без этого? Вот это полная хрень. Дети ее любят, это травяная желейка. Квашеная капуста, может быть, корни какие-то. Корешки. Корешки. Это что-то новенькое. Снеки к пиву, костенькие. Оречки. Булка. Приступаем сюда. Поближе, пожалуйста. Горячий. Мы сегодня взяли рыбку. Это рыба? Ну да, вот рыба. С овощами. Обзор от детей. Рис, курица, бульончик, морковка, горох. Всем приятного аппетита. Это очень вкусно. Это по-китайски все называется. Приятного всем аппетита. То есть такая очередь образовалась в туалет. И все склонились над нашими детьми. Я так понимаю, фотографируют, стоят. Ну и разговаривают. А девчонки немного по-китайски зиме болтают. Так они вообще еще больше растаяли. Так и пора по-добро пожаловать в дом. Лапу давай разгоним в нем храп. Сюрдесы увели наших детей пофотографироваться. Посмотрите. По очереди там фотографируются свердесы. Прилетели на родную землю. Холодно, наверное, да? Да, похоже, что холодно. Аплодируют за нашу. Я весь в предвкушении выйти на улицу и замерзнуть. Бай-бай. Так, ну что у нас тут? Что у нас тут? Блин, как в копеек холодно. У тебя в предвкушении встретиться скорее с бабушкой, да? С бабушками. А ты, Боля, нервничаешь? Не, я не могу. Все, а ты, Ника, не нервничаешь? Здравствуйте. Женька, сто лет сто зим. Иди, обниматься будем. Здоров. Ты че, блин, пропажи вообще? Мама ваша где-то заблудилась. Ну, да. Че у вас так холодно? Ой, соскучилась-ка. Шарики, как ты хотела? Еще где-то бабушка Люда едет. Шарики. Давайте ознакомиться. Как зовут? Лариса. Лариса. Очень приятно. Оксана. Оксана. Да, Оксана. Это вот. Это нам презенты, так понимаю. Это первый урожай. С леса. Сегодня. Потрогай. Они горячие, да? На Масаде тоже есть. А это вам. Тремлюком из Гонжоу. Спасибо большое. Спасибо, что приехали. Очень приятно. Очень приятно. Ура! Успела хоть снять? Да, успела. Доставим, Шарики. Давай тебе на ручку подожди. Мама. Мама, подержи. Давай, давай. Снимай, ты снимай. Иди, встречай, Шарики. Я тебя подержу. Все. Привет. Привет. Я не могу. А, грибы. Здравствуйте. Здорово. А мы еще идем тихонько. И я даже и не думала, что так все быстро. Ну что, Вероника, мечта твоя? Сбылась твоя мечта. Такая довольная вообще. Ну что, со всеми пообщались. Шарики подарили. Подписчики даже были. Два. Даже не два. Даже еще китайцы пришли двое. Пофотографировались и затарились, в общем, две машины. Даже, наверное, в три, наверное, да, машины. Женя на машине, Олег на машине, бабушка Таня на машине. И мы сейчас, ребят, поехали в кафе кушать бузы, позы. Ну что, давайте, за встречи. Ура. Ю-ху. Аккуратно. Почему я скучал. Вот так вот берешь. Ребят, всем привет. Привет. Сейчас, в общем, поехали в город по делам. С нами Татьяна Анатольевна. Всеми любимая Татьяна Анатольевна. Все говорят, а где же теща? Короче, вот прям пишет, пишет, пишет. Татьяна Анатольевна, тебе серьезно, очень много. И в завершении нашего перелета, нашего вчерашнего дня, ну, к сожалению, не получилось все заснять, как я предполагал. То есть там со всеми обниматься и со всеми целоваться и еще при этом снимать. Это вообще невозможно. Тем не менее, вещи получили, вышли с аэропорта, нас встретили. Татьяна Анатольевна, ну, короче, в общем, все близкие, родные и даже друзья приехали, те, которые не были, ну, не выходили на связь в год. Да. Приехали, представляете? Так приятно. Приятно было. И даже были подписчики. Трое, да, человек, да, в целом, да, примерно? Примерно трое человек. Ну, две женщины приехали из Иркутска, из Иркутска, Иркутянки. Ага. И двое китайцев. Да, и двое китайцев было. Вчера поехали в кафе. В кафе посидели, очень вкусненько покушали. И потом поехали на дачу, на дачу. На дачу нас ждал папа. С папой целовались, обнимались, уже было темно. Перелет состоялся, нас все встретили. Клево, мы все довольны. Дети были вообще довольны. И особенно в кафе, когда они начали пробовать всякие вкусняшки, позы. Это было что-то. И, кстати, нам сейчас уже прислали результаты тестов. Юля, да, прислала? Да. Огласите, пожалуйста, список. Так, Ника, китайский, 82 балла. Математика, 87, английский, 100 баллов. Отлично. Ника, молодец. Полина. Китайский, 80,5. Математика, 94, английский, 99. Полина, молодец. В общем, ребята, впереди много будет видео с родными и близкими из России. Поедем на Байкал, будем отдыхать. Ну и здесь какие-то места будем вам показывать интересные. Будут виды сверху, да? Да. Я с собой коптер взял. Ну все, ребята, не забывайте подписаться, ставить лайк. Это поможет продвижению нашего канала. Ну и всем пока. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok